МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас на телеканале МПАК. Спасибо, что вы с нами на влиянии. Я сегодня не один. Я снова предоставляю специальных гостей на влиянии в прямом эфире. Это Петр Владимирович Сердниченко. Приветствую, Петр Владимирович. Приветствую вас. Владимир Иванович Франчук. Смир божий вам, Юрий Михайлович. Приветствую вас. Приветствую. Третья встреча наша. Скажем, на этом этапе, в этом отрезке, это третья встреча. Не говорю завершающая, потому что продолжение следует. Обязательно. С вами, братья. И будет уместно снова обратиться к нашим зрителям, а особенно те, которые на постсоветском пространстве сегодня празднуют величайшее событие. Христос народився, славиму Его. Поздравьте, пожалуйста, наших зрителей. Христос народився, Божьих благословений, с Рождеством Христовым. Мэри Крисмас. У нас сегодня такой радостный день. Радостный день. И многие празднуют его, многие подготовили семейный праздник, стол, обед, подарки. Это нормально. Это Рождество Иисуса Христа. Я знаю, что у дьявола тоже есть свой день. Там Хэллоуин. Вот какой он, такой и праздник его. Князь Мух, Бельзевол. А наш Господь, Он чудесный, славный, прекрасный. Такой и светлый праздник Рождества. И я думаю, что уместно сегодня прочитать некоторые места в Священном Писании. Несомненно. И я предлагаю вашему вниманию Галата, 4 глава, 4-5 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Известное место. И настолько нам вроде понятно, что мы очень быстро его читаем и быстро соглашаемся. Но что значит, когда пришла полнота времени? Есть послание апостола Павла Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Есть однокоренное слово с полнотой времени. В оригинале оно звучит так. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Вроде полнота времени, что связано с календарем. Вот пришел по графику день, вот наступил тот час, но то, что звучит у нас вроде понятно, связано со временем, то в подлиннике оно звучит вот следующим образом. Полнота времени – обильное восполнение нужд и недостатков, не оставляя неудовлетворенной никакую нужду. И так пришло время, когда Бог восполнил всякую нужду, не оставляя недостатков. Еще за 4 тысячи лет до рождения Иисуса Христа, казалось бы, Ева, пережившая падение, ошибку, переживание, и она родила первенца. И она сказала, что Бог дал ей такую возможность, вот я обрела человека от Господа. Казалось бы, Бог просил, дал подарок, я обрела, и это, казалось бы, полнота уже времени, забылось все, ничего подобного. Это была неполнота времени, даже и в Бытие 4.1, в этом написано, и даже в Бытие 12.3, неполнота, когда Бог сказал Аврааму, и благословятся в тебе все племена земные. Казалось бы, ну все, уже благословение, а благословение оно печали не приносит, все, но это неполнота времени. А вот Иоанна 1.29, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, а вот это полнота времени. И здесь написано Иоанна 1.16, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Что значит благодать на благодать? Или умноженная благодать? Это избыток благодати, это приумноженная благодать. Вот в Иисусе Красте мы получили со временем, в определенное время, восполнение всех наших недостатков и решение всех наших проблем. Это и немощи взялось в себе, и болезни взялось в себе, и грехи наши. Это полнота времени. С чем я поздравляю и вас, уважаемые, и всех, кто нас слышит. С Реством Христовым. Спасибо, спасибо. Мы можем смело утверждать, что наш Бог – это Бог полноты. Абсолютно. Ни три четверти, ни половины. В нем вся полнота. Вся полнота. Здорово. Друзья, присоединяемся также мы с Владимиром Ивановичем. Поздравляем вас. Искренних вам благословений, Божьих благословений. Бог да восполнит всякую нужду. По богатству благодати своей, пусть вашего не убывает, но умножается. Во имя Иисуса Христа, действительно, как вы сказали, в Иисусе Христе завершено, заключено все уготованное для человека. Все без исключения. Все богатства неба в Иисусе Христе. Абсолютно. Сошедшего в виде младенца, но я люблю говорить в этот период, что он младенцем не остался, он возрос. Очень правильно, когда он не остается младенцем духовным, но он возрастает. И мы растем в нем. Поэтому мы будем продолжать нашу встречу с вами снова, как я говорил в начале, третий эфир. Нам чуть-чуть, буквально чуть-чуть удалось, как мы говорим, история имеет лицо. Скрытая вуаль. И вот чуть-чуть в течение нескольких эфиров вам, братья, удалось, в частности вам, Владимир Иванович, с Божьей помощью и с вашим участием, скажем, приоткрыть эту вуаль. Чуть-чуть. Верим и молимся, чтобы она была приоткрыта еще более в процессе наших отношений, как я говорю, углубления отношений, чтобы то, что Бог дал вам, чтобы оно стало достоянием гласности для многих и многих наших соотечественников. Об этом мы вчера беседовали, и будем молиться, чтобы углублялись эти отношения, потому что такие дары для церкви, то, чем мы завершили вчерашний эфир, они востребованы, более чем того, скажу, что они востребованы, и спасибо вам за ваше служение, огромная благодарность вам. Это жертвенный труд, неблагодарный труд. И я вчера со скорбью, когда я услышал, я в повторе смотрел нашу программу, что несколько лет, четыре или пять лет, вы не могли попасть в Аргентину, билета не было. Я с женой говорю, где же церковь была? Ну, где же была церковь? Ну, где же была церковь? Это к нашему стыду. К нашему стыду. Ну, так, это к слову. Поэтому, как мы говорим, этот дремучий лес, дремучий лес истории, вот с вашей помощью, он прочесывается. Мы уже чуть-чуть прочесываем, если так можно такой пафос применить относительно истории. И приоткрывается вот таинственность, неизвестность, и она выходит на свет. И поэтому снова же рассеяние славян, рассеяние славян, к чему оно привело, что мы остановились с вами на Бразилии вчера. Продолжаем эфир. Юрий Михайлович, как вы сказали, к слову. К слову я хочу сказать, что при всех трудностях этой работы есть своя благодарность у меня Господу, что в течение долгих лет, а это уже, надо понимать, более 30 лет, я работаю с этой темой. И я глубоко благодарен Господу за то, что Бог дал мне встретиться с удивительными божьими людьми. Братья, сестры, мужчины, женщины. И вот встречи с этими людьми стали для меня великим благословением. Поэтому я считаю, что мне правильно сказать, этот труд благодарный. С моей стороны, большая слава Господу, что я мог к этому прикоснуться и многому научиться у наших братьев и сестер. Продолжая наш разговор о нашем всемирном славянском пятидесятническом рассеянии, но это отображает нелегкую, многотрудную историю нашего народа. Есть много причин, почему славяне оказались рассеянными по всему миру в историческом плане. Есть много причин, которые вытеснили многих людей, которые не от хорошей жизни, не по доброй своей воле, вынуждены были оставить свою родину и искать где-то себе пристанище вокруг всей земли. Но поскольку мы говорим в контексте пятидесятнического движения, да, здесь есть очень любопытные детали. Кстати, спасибо вам, что это уже третий эфир, и у меня такое впечатление, что это было от Господа. Мы не смогли вместиться в отведенное время, чтобы даже прикоснуться ко многим вопросам нашей истории. О нашей истории говорить, я иногда хочу сказать, что это то же самое, как ремонт невозможно закончить. Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить. Так вот, говорить об истории нашего братства, это тоже невозможно закончить, но это прекращается, когда прекращается эфир. А многоочаговость возникновения пятидесятнического движения обусловлена очень непростыми историческими деталями становления нашей страны, и Украины в том числе. Ну вот смотрите, Украина в нынешних ее границах, или скажем, в нынешних нами считаемых, почитаемых границах, она сформировалась тоже очень сложным путем. До 1939 года пять областей Украины, а конкретно Волынская, Ровенская область, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, они находились под властью Польши, это была тогдашняя Польша, не распространялось влияние и владычество Советского Союза на эти земли, и там существовала полная религиозная свобода, что для деятельности нашего братства было исключительным даром от Господа. Закарпатская область. До 1944 года это была часть Чехословакии. Очень интересно, но Черновицкая область, или, как мы говорим, Северная Буковина, до 1940 года, это была часть Румынии, и там тоже свой собственный очаг возникновения пиесиатнического движения. И только в послевоенный период времени все это сошлось вместе, и братья наши встретились друг с другом. Если к этому еще и добавить, что в Эстонии, в Латвии, в Литве свои собственные очаги пиесиатнического движения, как они возникли, то картина становится еще более и пестрой, и радостной, и многогранной. Ну, я прошу прощения. Вот я хочу акцентировать именно на слове, которое вы применили, многоочаговость. Для человека, может быть, зрителя несведущего, мы как понимаем, что вы говорите не только территориальная принадлежность к всему явлению, но мы же понимаем, что если мы говорим очаг, очаг – это место там, где берет, ну, скажем… Возникает. Возникновение огня, да? Абсолютно самостоятельно, независимо от других. Совершенно верно. Мы говорим о проявлении духовных действий, мы говорим о влиянии и работе Духа Святого, мы говорим о крещении Духом Святым. О силе проявления. О силе проявления, о тех обетованиях, которые мы понимаем по Слову Божию, которые предназначены и уготованы были для Церкви последних дней, коей мы являемся. Поэтому, когда вы говорите о многоочаговости, вы не обязательно говорите, что территориально там возникла грубка одна, вторая, третья. Вы также включаете в эту многоочаговость, что там были реальные проявления дел Божьих, так я понимаю. Вне всякого сомнения, я говорю о многоочаговости возникновения пятидесятиэтнического движения. Поскольку это были отдельные страны, между ними существовали границы, то люди, которые были вдохновлены Господом для того, чтобы начать там служение, в ряде случаев были незнакомы друг с другом, в ряде случаев между ними существовала духовная связь, они друг друга знали, как, например, в Украине, и мы об этом еще скажем, но работали они отдельно друг от друга на разных территориях. И поэтому пятидесятиническое движение, вот оно не было однородным, и оно не было из одного источника, а поэтому оно имело свои особенности в каждом очаге своего возникновения. И свою собственную историю до того, пока оно слилось вместе. Все-таки я ответ не получил. Я ожидаю услышать, помогите мне лично разобраться, может, в моем лице очень многие зрители, которые не уловили момент. В чем заключалось возникновение, и что имело в себе вот это возникновение, я хочу услышать от вас все-таки конкретику. Вы можете сказать, есть ли какие-то исторические факты, говорящие о том, что там было крещено, внезапно крещено Духом Святым, как мы говорим, ну, скажем, со знамением иных языков. 200 человек на Буковине, или 100 человек получили духовное крещение во время какой-то молитвы, вот там. Есть ли что-то типа... Вы поняли мой вопрос или нет? Вопрос ваш понятен. Окей. Чтобы на него ответить, невероятно нужно многое количество импактов. Все это описано в моих книгах. Ну, вот, кроме того, что я уже сейчас сказал, что пятидесятническое движение, проповедь о крещении Духом Святым и о действии даров Святого Духа началось в каждом из этих очагов, кроме того, что это происходило в результате служения людей, проповедников, пасторов, евангелистов, которые приехали и начали там служить, и есть еще вообще невероятные вещи. Ну, например, в Латвии. Кстати, все это происходит примерно в один период времени. Вы видите, это... 20-е годы прошлого века. Начало 20-го столетия, да? И в Эстонии, и в Литве, и в Латвии, и в Украине, и в Белоруссии, и в Швеции, разумеется, но мы говорим о постсоветском пространстве, прежде всего, и тоже, и на Буковине, и в Румынии. Примерно в одно и то же время. И независимо друг от друга. Независимо друг от друга. Но еще одна интересная вещь, независимо и от людей в некоторых случаях. Как, например, в Латвии. В Латвии, в бакистских церквах, стали приходить и обращаться к своим пасторам отдельные верующие. И это носило массовый характер. Они не знали, что это такое. Они приходили и спрашивали у своих пасторов, объясните, что это с нами происходит. Мы стали говорить на каких-то непонятных языках. Ну, и вообще, вот за этим не стояла целенаправленная деятельность каких-то проповедников. Однако, это было излияние Духа Святого во многих местах, которое происходило спонтанно, свыше, с неба. И вот таким вот образом в Латвии, например, началось пятидесятническое движение. Я получил ответ. И в более поздний период времени, когда туда приехал Ян Гревенш, здесь, в Америке, опрымкнувший к пятидесятническому движению и хорошо знавший, что это такое, то его служение в Латвии было объединить уже существующие группы пятидесятников, которые появились без каких-либо проповедников. Отвечая скептику, что это было с кем-то спланировано, и потом это все было, так сказать, увеличено, умножено, отвечая даже скептику и критику, который говорит, но оно было не так. То есть это человек, если берет на себя такую ответственность, заявит, что там это где-то кем-то было заполучено, а потом оно умножалось, увеличивалось под влиянием какого-то там лидера. Хорошо спланировано. Это искажение факта. Но в то же время, для полноты ответа, нужно сказать, что, конечно же, приезжали и братья, возвращаясь из Соединенных Штатов Америки по верению Духа Святого на свою родину, которые хорошо знали и друг друга, и были связаны между собой. В частности, Варанаев. Наверное, пока мы до этого времени дойдем. Вот самый первый пример на эту тему. 1919 год. 1919 год. Если меня сейчас слушает Сергей Сергеевич Хомич, а мне бы очень хотелось, чтобы он меня услышал, то я хочу ему напомнить, что я говорил в Минске в позапрошлом году. Я говорил, что я хочу дожить до того дня, когда мы здесь, в Белоруссии, будем праздновать 100-летие 50-ти этнического движения. Оно началось раньше, чем брат Варанаев приехал в Украину. Это 1919 год. С приездом Григория Красковского. А потом приехал еще и Станислав Недвецкий, а потом Степан Ярмолюк. Чьи дети, и чьи внуки, и чьи родственники и сейчас являются целым племенем, можно сказать, миссионеров. И некоторые эти братья стали выдающимися служителями, как, например, Петр Ярмолюк, который возглавляет 50-ти этнические церкви на Сахалине, на Дальнем Востоке. Или брат Павел Ярмолюк из вашей церкви, который часто здесь проводил тоже. Это родственники этих Ярмолюков? О, да. Это потомки того же Степана Ярмолюка. Ну, это Западная Белоруссия, которая тоже находилась под властью Польши. В 1920 году, чуть позднее, проезжают и начинают трудиться в Западной Украине три брата. И вот они не такие, чтобы очень выдающиеся были богословы или специально подготовленные миссионеры. Это вот народное было движение. Брат Порфирий Ильчук, брат Иосиф Антонюк, Трофим Нагорный, которые уехали в Америку, будучи неверующими людьми, отчасти там знавшие что-то о Боге из православной церкви, но Господу не служившие. Это здесь они нашли Иисуса Христа, здесь они были крещены по вере, здесь они познакомились и с братом Варонаевым, кстати, и с братом Геррисом, о котором я обязательно тоже хотел бы сказать. И вот в 1920 году три этих простых сельских жителя возвращаются на Тернопольщину, и через их служение, через их проповедь начинается массовое движение, и это сопровождается действием даров Святого Духа. 1920 год. В 1924 году Иван Геррис приезжает отсюда из Соединенных Штатов Америки и проводит конференцию, съезд, как мы говорили ранее, на котором создается Пятидесятнический союз в 1924 году в Западной Украине. В 1921 году в Восточную Украину приехал Иван Варонаев. Бог употребил двух Иванов, Ивана Варонаева и Ивана Герриса, чтобы положить начало Пятидесятническому движению в Украине. Один из них в Восточной Украине, второй из них в Западной Украине. Но самое, пожалуй, интересное состоит в том, что здесь, в Америке, Иван Варонаев был председателем, президентом Славянского Пятидесятнического Союза, уже был Союз перед тем, как он уедет в Одессу, а Иван Геррис был его заместителем. Они были близкими сотрудниками еще и здесь и продолжали трудиться для славы Божией в Украине, не имея возможности, конечно, встретиться друг с другом, потому как была стена. А такие братья, как Шмидт и его соратник по оружию, Евангелию, напомните мне имя, они потом уже возникли, да, то есть они потом на Западную Украину приехали для того, чтобы проповедовать, то есть они были как миссионеры. А вот не зря я упомянул и Сергея Сергеевича Хомича, и Беларусь, не случайно я упомянул. Это же были первоначально разразненные очаги. В Белоруссии 19-й год, в Украине 20-й год, Ивангелес и создание союза, но союз еще был, скажем так, на территории Украины большей частью, 24-й год, а в 29-м году произошел объединительный съезд. И вот на этом объединительном съезде все пятидесятнические братья на территории тогдашней Польши, славяне, объединились, и был создан союз с названием Всепольский союз христиан веры евангельской. Интересно, но нам не нужно забывать также, что и есть имя у руководителя этого союза, у председателя союза. Это был не Шмидт, это был, ну, как-то незаслуженно забытый Артур Бергольц. И мне бы хотелось, чтобы наши телезрители запомнили это, достойное имя, Артур Бергольц. И в течение десяти лет он будет возглавлять пятидесятническое братство на территории тогдашней Польши. О труде брата Шмидта мы говорили вчера, это колоссальный труд, но это труд несколько другого порядка. Это духовное образование, это издание журнала «Примиритель», было издано 124 номера этого журнала. Кстати, все они нами найдены. До одного. Абсолютно. Все, которые были изданы за 11 лет издания, мне приятно вам сказать, вот я вас, наверное, сейчас шокирую, приятно, мне очень радостно вам сказать, что вы можете его иметь, потому что наш друг Иван Асшкулис сделал колоссальную работу, брат Олег Барнаболоков тоже немало приложил к этому усилий, засканировали каждую страницу. Это на сегодняшний день есть в наличии и любой из наших братьев, кто этим интересуется, может прочесть. Хотя оригиналы, конечно, это величайшая ценность, но и дошли до нас в очень ограниченном количестве. Вы владеете, на каком портале можно ознакомиться? Есть у вас название? Нужно связаться с братьями, и, наверное, они об этом скажут. Может быть, этого нет в интернете, потому что это огромный объем. Представьте себе, за 11 лет, 124 номера, но все они засканированы и имеются в наличии. Это труд Густава Шмидта. Мы говорили вчера про библейскую школу, про библейский институт, где наших братьев не только с теологической стороны готовили, а где даже языки иностранные они изучали. Поэтому пасторы, которые были подготовлены Шмидтом, это же были в самом деле специалисты своего дела в помазании Духа Святого, А учителя какие были? Ну, например, Дональд Джи, обычно о нем говорят в немецкой транскрипции, что не вполне правильно, Дональд Гея, один из лучших пятидесятнических учителей, и он приезжал и преподавал у Шмидта. Но кроме того, что был библейская школа, а потом библейский институт в Гданьске, кроме этого, Шмидт же проводил библейские школы на местах, в разных областях и Украины, и приезжал также и в Румынию, и в другие страны. В Черновцах была библейская школа библейской курсы, где он преподавал, то есть по местам тоже. И все это сформировало очень хорошую, подготовленную вполне массу пастырского корпуса, которые были очень хорошо образованными. Я обратил внимание в течение наших трех эфиров с вами. Практически мы совершенно не говорим, что являлась собой на то время Российская Федерация относительно пятидесятнического движения. Баптисты были предоставлены и в большом количестве, и, как мы говорили до эфира, евангельские христиане также. Но мы владеем информацией, что же все-таки являлась собой наше пятидесятническое движение в России в то время или нет? Так точно, Юрий Михайлович. Мне приятно сказать, что вообще-то русская пятидесятническая церковь, самая первая, именно русская, образовалась в Финляндии. И это еще 1913 год. И это была церковь на территории Финляндии, которая была частью Российской империи. И оттуда начался еще один еще один стремительно вначале развивавшийся такой вот очаг этого нашего движения. Но впоследствии при знакомстве с американским миссионером Андреем Уршаном, который привез им учение, так называемое учение о едином Боге, и отрицание Троицы, это резко пошло на затухание, потому что много людей из православной церкви, скажем, присоединились бы к евангельскому движению и стали бы христианами веры евангельской, как мы называем, пятидесятников. Но вот через это переступить отрицание Троицы было, наверное, проблематично для них, как и для нас тоже это было бы. И поэтому он не получил широкого распространения. Их называют до сегодняшнего дня христиане в духе апостолов. И они тоже пятидесятники. Иногда их называют единственниками, а иногда по причине второго их руководителя по имени Николая Петровича Смородина и Смородинцами, что абсолютно неправильно, потому как первым руководителем все-таки был Александр Иванович Иванов, но это не получило настолько масштабного развития. И подлинно пятидесятническое движение, да, вот, ну, подобно пожару в степи в Российской Федерации, оно началось через брата Воронаева, потому что его служение, это же не только Одесса, но и из Одессы постоянные поездки, союзные благовестники. Когда мы говорим про союзных благовестников, вот не было епископов, не было таких парадных названий, епископское, как мы бы сказали сегодня служение, выполняли союзные благовестники, которые создавали церкви, которые рукополагали служителей, и 25 было таких союзных благовестников, которые постоянно ездили по территории бывшего То есть они не просто восседали-заседали, они работали. А это их было служение проповедовать и создавать церкви на новых территориях. Вот почему. В Москве, в тогдашнем Ленинграде, Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе, в Крыму тоже, конечно, и в Азербайджане уже в 1930 году появляются пятидесятнические общины, которые создают, сегодня бы мы сказали миссионеры, союзные благовестники из Одессы. Узбекистан, 1926 год. В Ташкенте создается пятидесятническая церковь и опять-таки связанная с Одессой. 1926 год. В Кыргызстан приходит пятидесятническое движение. Вот почему мы говорили, что в этом году наши братья в этих странах могут праздновать свое 90-летие и праздновать на национальном уровне. Ну а потом Урал, Сибирь, Дальний Восток. Это же все служение из Одессы через брата Воронаева и его сотрудников. Вот что такое пятидесятническое движение в тогдашний период времени в Российской Федерации. Это потрясающе, потрясающе. Просто, как я говорил вчера, мы с открытыми ртами слушаем вас и восхищаемся тем, насколько важно, когда человек говорит Господу да. Господь дает вам, так сказать, открывать все возможности для того, чтобы не просто знать, то есть говорить, что знать, а знать, что говорить. Но спасибо вам, что сегодня вы пригласили меня говорить о пятидесятническом движении в странах славянского рассеяния. И для связи речи, пожалуй, нам будет удобно сказать, что 1928 год. Одна маленькая сельская церковь, а это было именно село, на стыке Одесской, Николаевской, Кировоградской областей, отдаленное село, получило от Господа странное пророчество. Оставить свое место жительства, продать свое имущество и двигаться на восток. Только одна церковь из-за всего союза, которым руководит Воронаев. То есть это не было массовым, это касалось конкретно одной поместной церкви. И вот они в течение короткого времени продают свое имущество, запрягают свои кони, не говорите лошади, лошади это уже совсем такие полудохлые колхозные клячи, кони, и уезжают на восток. Это был исход своего рода. Но очень похоже только с той разницей, что они останавливались, и у них была специальная цель – проповедовали Божье Слово. И везде, где вот они будут идти, проповедуют Божье Слово, люди приходят к Господу. Там, где они дольше останавливались, даже церкви образовывались. У них от Господа видение, повеление от Господа двигаться на восток. Вот конечная цель движения на восток и конечная станция назначения им еще даже неизвестно. Вот просто идти на восток. Это как ковра, не зная, куда идти. Они по откровению останавливались, по откровению начинали двигаться. Это из Кировограда, вы говорите, да? Кировоградская, Николаевская, Одесская область, вот там где-то на стыке этих областей. Они добрались до Казахстана. В Казахстане они зимовали. И когда они зимовали, они разделились на несколько групп. Где-то в степи, наверное. А нет, в поселениях, где жили. Ну, собственно, когда мы говорим Казахстан, нужно уточнить. Это Уральск. И в тот период времени большая часть населения там не казахи были, а русские казаки. И, конечно, хутора, села. Они рассредоточились и в нескольких местах проповедуют Божье Слово, возникают группы. Люди принимают крещение, становятся христианами, образуются общины. Приходит весна. Они получают от Господа откровение двигаться дальше. А здесь остаются некоторые из них, чтобы заботиться о новообращенных верующих. В то же время некоторые новообращенные верующие присоединяются к ним, пересекают Казахстан, Кыргызстан, снова приходят в Казахстан. И постепенно они оказываются на китайской границе. 1930 год. И Господь им говорит, группами, одна за другой, группами переходить границу, уходить в Китай. Это ночью, кстати, было. Они ночью переходили, да? В большинстве случаев ночью, но при этом нужно сказать, что это заняло два года. То есть это тоже было не так, чтобы поспешно, группами, одна за другой. И потом они в Китае создают большую общину. И эта община, свет Божий там в этой китайской провинции, населенная Дунганами, китайцами, другими мусульманскими народами. Люди обращаются к Господу, приходят в церковь. Китайцы приходят в церковь, в Дунгане обращаются, смешанные браки возникают. Это была просто золотая пора этой общины до 1948 года. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, если мы говорим о период начала 20-го столетия, мы говорим 1900-е годы. И я так понимаю из вашего рассказа, что было относительное затище по части преследования христиан, наших пятидесятников. Это до 30-х где-то годов. Я правильно понимаю, да? Полной свободы не было никогда. Никогда не было. Однако была относительная свобода. И вот с 21-го года по 29-й год можно говорить, что церкви существовали официально, проповедовали Божье слово, хотя и не так, чтобы была полная свобода. Было притеснение со стороны православной церкви или власть имеющая? Нет, православная церковь была жестоко гонима советским молодым государством в тот период времени как главный враг. До пятидесятников, до баптистов, до евангельских христиан еще у них руки не дошли. Они первым делом прессовали и очень жестоко православную церковь. Но конечная цель, конечно, будет любое христианское движение, да и другие религии уничтожить. Массовые гонения начинаются в начале 1930 года, когда Воронаев был арестован, все главные служители были арестованы. Многие из них были расстреляны, как и сам брат Воронаев. В 1937 году его расстреляли в далеком сибирском лагере, когда он уже находился там во втором заключении. И третий раз его судили прямо в лагере и судили его 5 ноября 1937 года. Мы говорим, что 1937 год был ужасным годом советской истории, ужасная мясорубка, масса людей были уничтожены. Но при этом... Там мой дедушка был расстрелян тоже в челябинской тюрьме. Как и многие другие братья. Сегодня я хочу сказать в нашем эфире, а почему именно 1937 год? Это было 20-летие советской власти. Обратите внимание, поздняя осень, но это же 7 ноября. И вот к этому празднику-то... На алтарь дьявол решил бросить... ...кровавую жертву. Масса людей были уничтожены. И вот Воронаева судили, и это тоже не случайно, 3 ноября, 5 ноября его расстреляли. Как раз жертвоприношение к этому кровожадному гидральскому празднику. Так что гонения были страшные и массовые. И к слову, прошу прощения, масса вопросов. Вот эти, когда кукруниксы начали критиковать и печатать, изображая пятидесятников, как трясуны и прочее. Это когда? Откуда пошло-то? Пошло с каких лет, если вы владеете информацией? Вторая половина 20-х годов. Вторая половина 20-х годов. Прежде чем наступит период ужасающих гонений и репрессий, расстрелов, смертей, конечно, будет предшествовать этому дьявол, чем и добивается относительного успеха в своих делах, это за счет безбожной пропаганды, страшной пропаганды, изощренной пропаганды. И вторая половина 20-х годов, это вот особенное обострение и подготовка общественного мнения, почему надо церкви уничтожать, почему надо бороться с всякого рода церковниками. Но мы с вами по поводу рассеяния. 48-й год. Китай. Власть Маадзидуна. Культурная революция. И ужасающие гонения снова обрушиваются на верующих там. Почти все братья были в тюрьмах. Но в этот период времени мир узнает, что есть такая община, есть такое движение, которое вот так страшно репрессировано. И это стало известно и Организации Объединенных Наций, это стало известно в других странах. То есть китайское правительство тоже стало получать сигналы, что о судьбе этих людей что-то знают. Но и поскольку они никогда не были подданными Китая, они требовали, чтобы им разрешили Китай покинуть. Волна за волной, группа за группой, семья за семьей, они первоначально получили разрешение покинуть Китай. И семья Шевченко, которая в Сан-Франциско, Александр Александрович, столько лет был на пастырском служении. Вот они сумели тогда ускорзнуть. Они оказались на филиппинском острове Самар. Потом их переправили в Парагвай. В более поздний период времени все оттуда уехали и большей частью в Австралию. Вот почему сейчас в Австралии есть четыре наши русскоговорящие славянские пиесиатнические церкви. В Сиднее, в Аделаиде, Голдкост, Ориндж. Вот почему там наши замечательные братья Александр Павлович Минченко, который возглавляет этот союз. Кстати, он на пастырском служении уже, наверное, 45 лет. И все еще выглядит очень молодо. Но благодарение Господу за этого достойного брата. Что относительно Новой Зеландии? Ну, на Новой Зеландии наши братья и сестры появились уже в последний период времени. Так что те, которые в Австралию эмигрировали, они там до сих пор четыре церкви. И мне очень приятно сказать, что до сих пор там замечательно эти братья трудятся, проповедуют Божье Слово. У меня теплая память про Владимира Константиновича Коробейникова. Помните, Петр Иванович, была делегация на празднование 90-летия из Австралии. Они часть нашего братства. Они же знают историю, наверное, похлеще, чем... Ну, конечно. И любят ее. Вот, кстати, насчет истории. Анатолий Георгиевич Локтев, сын пастора, который одно время руководился этим движением, тоже продолжает жить и трудиться в Австралии. Но я по поводу семьи Шевченко. И вот они оказались спасенные после всего того, что с ними произошло, в Парагвае. И в Парагвае они встречаются с нашими славянскими братьями и сестрами. В Парагвае. Возникает вопрос, слушайте, а эти наши, как оказались в Парагвае? Интересная история. Западная Украина, Западная Беларусь. До 1939 года это была территория Польши. Нет советской власти. Есть свобода. И есть приглашения из латиноамериканских стран, из Южной Америки. Прежде всего, Аргентина, Парагвай. Вот это страны, которые очень нуждались в рабочей силе. Третья страна Бразилия. Есть еще там одна страна, как вы знаете, Уругвай. Но Уругвай это совершенно другая история. Оно только похоже звучит. На самом деле история этих стран, каждая очень разная и индивидуальная. В эти три страны массовая эмиграция славян. Из Западной Украины, Западной Беларуси. Не в Уругвай. Уругвай это страна, которая не нуждалась в эмигрантах. Однако наши там пожив, они обнаружили, что рядом соседняя страна, где даже прожиточный уровень выше, Уругвай. Наши всегда умели как-то устраиваться. Вот наш народ, и украинцы, и белорусы, начинают туда и в Уругвай перемещаться. И поэтому там возникают, в частности, и наши славянские пиесиатнические церкви. Четыре страны. Но церкви-то отдельные есть, группы отдельные есть. А вот объединить, как все это на территории четырех стран, дело непростое. И они обращаются к одному очень известному служителю, который в тот период времени в Западной Украине был один из членов Союзного комитета. Интереснейший человек. Иван Семенович Зубзолотарев. Кроме пастырской своей деятельности, кроме организации съездов, которые проходили, кроме того, что он был районным пастыром, кроме того, что он создавал хоры и музыкальное служение ставил, духовые оркестры там создавал Зубзолотарев. Но человек удивительных способностей. Они его приглашают, переехавчи в Аргентину. В 1937 году он посеряется в Буэнос-Айресе. Вы так легко это сказали. И создает союз. Вы так легко сказали. Пожалуйста, добавьте, братья, что пересекать Атлантический океан, это же не на суперджет, мы летим на Бонгарах. Это же месяца брали. Это же месяца даже для наших братьев, для переселенцев. Не каждый рискнет даже. Мне хочется вас несколько утешить, это уже была не эра парусного флота, так что они туда добирались в течение одного месяца, благодарения Богу. И это было налажено. Были два парохода, которые постоянно курсировали из Гданьска и в Буэнос-Айрес. Вот это были два переселенческих парохода. Ходили они навстречу друг другу. И так продолжалось до 1939 года, когда началась война. И налет немецкой авиации даже уничтожил один из этих кораблей. Но к тому времени, ну, тысячи, тысячи, сотни тысяч людей успели туда переселиться. И многие из них были верующими людьми. И так Зуб Золотарев возглавил союз. Да. И кроме того, он ввел удивительное литературное служение тоже. Журнал «Христианский вестник», который объединял всю славянскую эмиграцию. Туда в редакцию приходили письма. Люди находили друг друга через этот журнал. Объявления давали. Ну, что такое послевоенная Европа? Перемещенные лица. Displayed persons. А масса же людей оказались на чужбине. Как найти друг друга? И вот эта редакция в Буэнос-Айресе и Зуб Золотарев это колоссально помогало объединению или, по крайней мере, установлению контактов между разными частями всего нашего пятидесятнического братства. Обо всем этом я уже успел собрать материал. И моя следующая книга будет посвящена именно этому. Славянские братья наши, пятидесятническое движение в странах Южной Америки. Одно единственное, что осталось не исследованным, и меня это очень беспокоит, это Бразилия. Вот в Бразилию нужно ехать. В Бразилию я до сих пор не смог попасть. Нет ни одного контакта, нет никакой связи. Нет ни одного человека, с которого бы начать это исследование. Поэтому мне очень нужно в настоящий момент времени найти кого-нибудь, кто связан со старой эмиграцией в Бразилию. Мы можем сделать воззвание прямо сейчас. Мы можем обратиться. Я более чем уверен, что на расстоянии нашего голоса и нашего сигнала есть где-то, может, на восточном берегу, есть где-то в Латинской Америке. Я недавно возвратился из Мексики и с радостью смотрю в одном месте импакт. Вместе с каналом Fox News, Fox News, 19-я кнопка, канал импакт, 20-я кнопка, а канал CNN, есть такой знаменитый канал во весь мир, CNN, 21-я кнопка. То есть я к чему? Что нас могут смотреть в Латинской Америке сегодня. И, друзья, это просто обращение Владимира Ивановича и нас. Если вы можете посодействовать, поспособствовать контактам, это будет просто большая находка. Спасибо, что вы это сказали. И второй момент – проспенсировать. А это второй момент. Второй момент. Если мы можем отправить, вы, я так понимаю, обычно с супругой, да, ваш соратник. Она мне колоссально всю жизнь помогает собрать материалы. Друзья, если вы можете посодействовать, мы не говорим о сотнях тысяч долларов. Бюджет, ну, мы можем, если пять человек из вас по тысяче долларов пожертвовать, мы можем перекрыть вашу поездку в Бразилию, да? И очень важно, чтобы это сделать в скором времени, потому что последние люди, которые являются носителями этой драгоценной информации, они уходят из жизни. Скоро не с кем будет разговаривать. Это нужно делать срочно, в этом году и не позднее. Друзья, пожалуйста, сконтактируйте с офисом нашим. Если Дух Святой побуждает, это у нас третий эфир, уже завершающий в этом отрезке, побуждает Дух Святой поучаствовать в этом большом, действительно, колоссальном деле и очень важном, необходимом деле, для того, чтобы было восстановлено или воссоздано все то, с чего начиналось или что являло собой пятидесятническое движение в Южной Америке. Поэтому давайте, друзья, так с радостью сделаем такой подарок и действительно благословим Владимира Ивановича с супругой на поездку в Бразилию. Мы говорим о пяти тысяч долларов. Может, пять человек пожертвуют, а может, десять человек по пятьсот долларов. Просто будьте открыты для движения Духа Святого, для голоса Духа Святого, если Он побуждает вас. Я чувствовал несколько дней, что я должен это сделать. Это будет наша часть, это будет ваша часть. В этом действительно очень важно, в необходимом деле. Вы что-то хотели сказать? Не только время, ну, можно сказать, отдаляет нас от решения этого вопроса, но еще языковый барьер. Бразилия, насколько меня проинформировали, это португальский язык, а вот Аргентина, Парагуа и другие, это испанский язык. И вот те люди, которые уже потеряли национальный объединяющий язык, русский или украинский, их разъединил уже языковый барьер. Поэтому еще нужно переводчика на португальский язык, с английского на португальский, с русского. Ну, все это усугубляется, поэтому нужно как можно быстро решать эту проблему. И плюс к этому это не просто поездка, где встретиться с братом или сестрой, пожать руки, расспросить, как там было сто лет назад. Я понимаю, что оно все входит затем в целые методические пособия. Я так понимаю, оно будет достоянием библиотек, достоянием, как мы говорим, library на английском языке, то есть где-нибудь в учебных заведениях или даже во всех учебных заведениях евангельского направления. Как евангельского направления в библиотеках семинарий, библейских колледжей, библейских институтов, так и в светских библиотеках. Потому что все мои книги, они есть в наличии в главных украинских библиотеках и в научных библиотеках в том числе тоже. И слава Богу, что люди, которые далеки от церкви, тоже могут об этом читать. Петр Владимирович сказал, что действительно есть языковой барьер. Но что очень здорово, что нас объединяет общая вера и принадлежность к нашим основам. Мы все из одного корня. Вот почему, позвольте снова напомнить, мы это говорили в прошлом эфире, грядет столетие славянского пиесетнического движения. Это громаднейший праздник как по своей важности, как по своей значимости, так и по своим географическим масштабам. Вот если прямо сейчас меня слушают в Южной Америке, в Парагвае, уважаемые и любимые мною братья Педро Ступак или Владимир Ковалев, с которыми я встретился в Парагвае, замечательные братья, они очень даже приглашаются принять в этом тоже участие. И братья из Аргентины, и братья из Уругвая, брат Алексей Петрович Иерусалимец, многолетний служитель Божий из Уругвая, а его жена, такая замечательная проповедница Евангелия, если они меня слышат. Слушайте, это наш общий праздник. И нужно говорить о том, как создать оргкомитет. И целая череда праздников должна состояться в Америке, в Украине. Началась какая-то работа относительно этого. Началась работа. Дело в том, что это огромная работа. Мы, можно сказать, нажимаем на кнопку старт. Чуть-чуть обращаясь в историю, мы праздновали 90-летие, где присутствовала и делегация из Австралии, в Одессе. Ну, выбрал город Одессы не случайно, как мы слышали, и они даже не останавливались на этом. Мы открыли памятник в виде Воронаева, образ Воронаева. Это 7-тонный памятник, единственный. Но там написано, что братьям и сестрам, тем павшим, погибшим от репрессий, от гонений в свое время. Это просто фигура Воронаева. Но там не подписано, что памятник Воронаеву. А нашим братьям и сестрам, которые погибли в узах, за слово Божье. Они положили свои жизни, были изолированы от общества, детей у них забрали. Жены Воронаева, жена 25 лет, и сидела в тюрьме, не видя, не слыша ни одного письма, не получив о своих детях, где они находятся. Просто на улице оказались в Одессе. То мы такой памятник открыли. Мы арендовали первый раз всю историю оперного театра одесского. Его арендовали, и был большой праздничный концерт, и слово историческое, информацию давали и так далее. У нас открылся маршрут, исторический маршрут туристический, по местам Воронаева в Одессе. Мы подготовили 18 экскурсоводов. Мы, Владимир Иванович, подготовили. И к этому времени была выпущена вот эта книга «Пробуждение от центра Одессы до окраин земли». Можно ли приобрести эту книгу? Если можно, подскажите, пожалуйста, к кому обращаться? Это брат Андреевич Лей, это церковь «Ревайвал Кришн Центр» или «Пробуждение». Сакраменто. Сакраменто, да. Мы можем дать телефон, Владимир Иванович. Я имею телефон, 916-947-5318. 916-947-5318. 947-5318. Да. Поэтому мы говорим, что были задействованы большие силы, но это получился большой праздник. И праздник не только церкви. Мы проводили и нам дали бесплатную аренду «Золотой зал» Одесского золотого литературного музея, где Владимир Иванович презентовал книгу. И присутствовала интеллигенция, элита города. Мы хотим не просто, чтобы это был семейный наш праздник исторический, допустим, столетие. Но это достояние всего человечества. Это люди мира, граждане мира, которые жизнь положили, их расстреляли, уничтожили. Все-таки празднование планируется быть в Одессе. Столетие, да. Столетие. Хотя по местам и регионально, как мы говорим, оно может быть и в Калифорнии. Вы об этом, в частности, вчера говорили. В 2019 году, да? Ну, вы смотрите, земная жизнь нашего брата Варанаева с Америкой связана. По его жительству в трех штатах. Калифорния, штат Вашингтон и Нью-Йорк. И первая славянская пиесетническая церковь была образована в Нью-Йорке, прямо на Манхэттене, в 2019 году. Поэтому мое было бы предложение для оргкомитета, который, конечно же, еще будет создаваться. И я верю, что многие руководители наших пиесетнических динаминаций этим заинтересуются. Будет создан оргкомитет. А задача будет, вероятно, стоять, создать целую череду праздников, глобального характера, в разных странах. Наверное, начиная все-таки с Соединенных Штатов. Ну и в других странах тоже. Но, конечно, в Одессе непременно такие праздники пройдут, и мы к этому готовимся. Мы к этому празднику, к 90-летию, была проделана огромная работа. Поднят архив, в частности, архив Комитета госбезопасности Одесской области. Личное дело Воронаева. И мной, и Владимир Ивановичем дважды мы изучали, мы делали выписки, ксерокопии из дела Воронаева. Вас первого, вы вчера говорили об этом в частной беседе. Да. Вас первого допустили. И Бог посодействовал через председателя КГБ Одесской области. Это был 1999 год. Это была осень. И меня наградили золотым знаком губернатора. И, идя навстречу на такое собрание в зале губернатора, а кто в зале, я на сердце положил, если говорю секретарю Зоу Ивановну, напиши, пожалуйста, письмо с просьбой губернатора, чтобы он открыл нам доступ к архивам нашего братства Воронаева. Я с этим письмом пошел в этот зал. Меня наградили. И со мной сидел еще один интеллигент, той вид, разумный человек. Оказалось, очень хороший человек по-нашему. Фамилия его Шабловский. Генерал Шабловский. Генерал. Он оказался генералом. Единственный в этом зале. Все грамотами награждали, а нас вдвоем золотыми знаками. Генерала КГБ и епископа христиан Веры Евангельской. Наследника Воронаева. Вот это сочетание. Сочетание было сильным. И мы сидели по соседству. И я сказал, уважаемый, может не стоит мне вот это письмо давать губернатору. И я дал ему письмо, которое приготовил для губернатора. Он ознакомился, говорит, ждите звонка. И буквально через несколько дней меня позвонили и сказали, в приемную КГБ. Я подумал, ну... Опять. КГБ, мне сразу ассоциация, где я десятки раз был, но уже по другим причинам. А сейчас меня звал уже сам генерал. И он любезно предоставил возможность поработать в архиве. Правда, мне помогали два подполковника, которые очень следили, чтобы я какие-то другие выписки не прочитал. Ну, это уже детали. Но мне пришлось познакомиться с основными документами. И это стало достоянием Владимира Ивановича. Я, естественно, помог и Владимиру Ивановичу, потому что он больше проработал времени и больше материала извлек. И оно стало достоянием. И некоторые материалы попали в книгу. И поэтому оно стало сейчас известно тем людям, я скажу, заслугами тех людей, их кровью, их жизнью. Благая весть достигла до нашего времени и на Украине, и в России. И мы обязаны. Это не просто, ну, какое-то хобби наше, вот нам нечего делать, и мы вот занимаемся чем-то. Это жизненно важное. Потому что Библия говорит, Слово Божие, чтобы мы вспоминали наставников. И глядя на кончину их, чтобы мы извлекали уроки для себя. Юрий Михайлович, я на последней минуте эфира хочу сказать, что моя книга об истории нашего славянского пиесетнического братства в Южной Америке, я тоже очень хочу, чтобы она вышла к столетию, к этой череде праздников, когда должны очень многие публикации сделаны, круглые столы, научно-практические конференции в университетах, в институтах, массовые другие подобного рода, конечно же, будут организованы служения братьями, но я имею в виду, что и светская наука должна узнать много на эту тему. И еще, слушайте, наши братья в Южной Америке, они же сделали колоссальный вклад в евангелизацию этих номинально-католических стран. У меня фотографии есть и свидетельства, как наши братья на стадионах проводили евангелизации и в Аргентине, и в Парагвае, и в Бразилии, где еще нужно изучать все эти вещи, потому что Бразилия продолжает еще пока оставаться белым пятном. И коренным народом. И коренным народом. Я встретился с некоторыми братьями, один из них был пастор Иван Прищук, ныне покойный. Они добирались к отдаленным племенам индейцев и приносили им Божье Слово еще в тот период времени, когда это были дикие племена, еще одежды не знали. И наши братья уже были там. Наши славянские братья. Жив Господь. Аминь. Друзья, снова мое обращение. Пожалуйста, давайте присоединимся к этому важному проекту по Бразилии. Нужно буквально 5000 долларов, чтобы Владимир Иванович с супругой отправились туда, завершить целый цикл работы по Южной и Центральной Америке. Поэтому, друзья, с пометкой вышлите ваш конверт, ваш чек, с пометкой для служения брата Франчука. Внизу там напишите. То есть, как не напишите, оно пойдет непосредственно. Нужно 5000 долларов. Если Господь побуждает 5 человек по 1000 выслать, сделайте. Это если может 10 человек по 500 долларов. Все средства. Может 1-5 тысяч совершенно верно. Да. И все средства пойдут на это важное, архиважное, такое нужное служение. Поэтому спасибо, братья. Игорь Михайлович, вам большое спасибо. Вы устроили праздник. Рождественский праздник. Спасибо. Новогодний. Вы устроили поистине праздник. А впереди еще великий праздник. Празднование нашего столетия. И дай нам Бог дожить до столетия. Не нашего, нашего братства. Да. Господь да благослови. Пусть его слово звучит. Пусть история, она будет высвечена в том свете, в каком важно, в каком нужно, в каком необходимо ее высвятить. И Господь делает это через своих служителей и помазанников. Спасибо, что вы были на импакте. Помните, Иисус Христот любит вас. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иисус Христот любит вас. Иисус Христот любит вас.